Привет друзья! Его не стало в 35 лет. За свою короткую, но яркую жизнь он успел полюбиться миллионам зрителей, оставив неизгладимый след в истории театра и кино. Вадим Бероев родился 10 января в осетинском селе Хумалак под Бесланом. Мама учительница, отец врач. Во время Великой Отечественной войны отец Вадима был тяжело ранен на фронте. Он служил командиром санитарной дивизии, после чего его комиссовали. Семья Бероевых оказалась во Владикавказе, где мальчик пошел в школу. Позже отца направили на работу во Львов. Там Вадим окончил среднюю школу и уехал в Москву поступать в ГИТИС. Надо сказать, Бероев имел хорошие музыкальные способности. Подростком учился игре на фортепиано. Во время учебы он познакомился с Вильвирой Бруновской. Вскоре они поженились и у них родилась дочь Елена. После окончания института Бероева пригласили в театр Массовета. Он быстро приобрел признание зрителей. Многие ходили в театр специально на Бероева. Играл в спектаклях «Жизнь Сент-Экзюпери», «Странная миссия», «Сэвидж», «Дядюшкинсон», «Маскарад» и другое. Каждая роль становилась событием в театральной жизни Москвы. Попутно Вадима Бероева приглашают играть в кино. В 64-м году он снялся в фильме «Самолет не приземлился», а в 65-м в прекрасной картине «Наш дом». Можно сказать, что именно после роли Николая любителям кино стало известно имя этого замечательного артиста. Но фильмом, после которого Бероева ждал небывалый, невероятный зрительный успех, стал «Майор Вихрь», поставленный режиссером Евгением Ташковым по повести Юлиана Семенова и по его сценарию. И все-таки работа в театре была основной. Его высоко стояли не только зрители, но дорожили и уважали прославленные актеры театра. Величайшая русская актриса Фаина Георгиевна Раневская, острая на язык и когда-то сказавшая «Запомните, плохим людям я себя не доверяю», очень ценила и любила Бероева. Они играли в пьесе «Странная миссис Сэвидж» и всегда выходили вместе на поклоны. В театре Раневскую в шутку называли Фуфой, а Бероева прозвали Фуфовозом. Когда Бероев умер, Раневская очень печалилась, переживала и отказалась играть в своей любимой пьесе, передав роль Любови Орловой. Бероева не стало 28 декабря 1972 года. Ему было 35. Во время съемок «Майора вихря» ему долго пришлось лежать в снегу. Он подхватил воспаление легких и так и не смог оправиться от болезни. К тому же его здоровье подрывало пристрастие к алкоголю. Он уже с трудом выходил на сцену, когда по роли Бероеву надо было падать на колени. Он уже не мог встать без посторонней помощи. Коллеги тревожились за него. Вадиму Борисовичу даже разрешили выходить на сцену в войлочных ботинках. Однажды актриса Ия Савина на встрече со зрителями, когда речь зашла о Бероеве, сказала «Впервые в жизни смерть человека меня разозлила. Вадим сам довел себя до могилы». А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях. Хотите еще больше интересной информации? Тогда подписывайтесь, ставьте лайк и не забывайте делиться этой записью с родными и близкими. До встречи в новом видео.